В зрительном зале не было свободных мест. На празднике присутствовало несколько сотен человек. На сцене выступали коллективы Центра национальных культур. Ребята из школы искусств порадовали зрителей своим творчеством. Цель месячника – еще раз напомнить молодежи о подвиге наших дедов и прадедов во время Великой Отечественной. Слава вам храбрые, слава бесстрашные, вечную славу поет вам народ. Доблестность жившая, смерть сокрушившая. Память о вас никогда не умрет. Обращаясь к юному поколению, молодежи, помните, вы часть истории города-госпиталя Сочи. Вы память должны хранить в своих сердцах и передавать своему поколению. Наше молодое поколение, мы хотим, чтобы вы узнали как можно больше о том, кто такие ветераны, за что они воевали, что их толкало на смерть, почему они, не щадя своей жизни, бросались под танки, за что их толкало, что было для них святое. Нам хотелось бы, чтобы вы осознали, что действительно ваша родина, ваша страна, ваше государство – это ваш самый надежный дом. Лазаресы трепетно хранят память о великом подвиге советского народа и передают ее подрастающему поколению. Наша работа по военному, патриотическому воспитанию нашей молодежи, она не замыкается только в этот месяц, 23 января, а по 23 февраля. Она благодаря нашим педагогам, благодаря нашим работникам культуры и, конечно же, благодаря нашим ветеранам, она проходит весь год. В семье 13-летней Софии Николаенко тоже есть свой герой. Ее прадедушка воевал на фронтах в Великой Отечественной. Его зовут Николай. Мне очень много о нем рассказывали, но он, к сожалению, умер. И я очень приветствую и уважаю ветеранов. И сегодня я принесла эти цветы, чтобы их поздравить в память о том, что они сделали для нас, какой они совершили подвиг. 23 января исполнилось 25 лет со дня основания общественной организации «Союз Чернобыль-Лазаревского района». Членам этой организации вручили юбилейные медали и благодарственные письма. В рамках месячника в Лазаревском районе запланировано около 20 мероприятий, посвященных годовщине победы 1945 года. Итоги военно-патриотической работы подведут в День защитника Отечества 23 февраля. Елена Всецкая, телекомпания ФКТ.